Хочешь смеяться до отключки? Заходи на канал Глюка, куча веселых видео по Happy Wheels GTA 5 и Майнкрафту, олдскульные игры и также немного веселого неадеквата. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в нашу новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon, где сегодня мы в первый раз за весь сезон будем составлять топ 5 самых красивых покемонов, по вашему мнению. Не я решал, ребята, вы решаете, потому что, как я уже сказал в предыдущей части, это новая мини-игра для подписчиков, где вы будете решать самых сильных, самых красивых, самых страшных, да, вообще любых покемонов. То есть мы будем составлять топы по мнению подписчиков. Да, ребята, но перед этим я бы очень сильно каждого из вас хотел бы попросить поставить лайки. Ребята, лайки, ну честное слово, не так-то сложно поставить. Одна секунда, чтобы нажать на кнопочку, но я вам обещаю то, что как только мы наберем 1200 лайков, сразу же выходит новая серия Pixelmon. Сегодня, ребята, уже четверг, завтра пятница. Если вы хотите видеть каждую новую серию Pixelmon и в пятницу, и в субботу, и на выходных, все, что вам требуется, это просто поставить лайк. Я буду очень сильно этому рад, ребята. Это действительно очень важно для меня, и вы просто сделаете мне приятно, честное слово, ребята. Также там в уголку есть кнопочка, на которую вы также сможете нажать и подписаться на мой канал. Каждый подписчик для меня, как друг, и я каждого приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Стань частью нашей семьи. Это тоже не так-то сложно. Одна секунда, чтобы нажать на кнопочку и подписаться на мой канал. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Да. Ну что, я уже запасся вот этими чизлами, как они называются. Почему столько много и почему в каждом слоте? Потому что они то ли какие-то вагоны, потому что, когда я один раз кликаю удалить покемона, он почему-то не удаляется. Когда у меня весь инвентарь забит вот этими чизлами, тогда он удаляется. Да. Ладно, ребята. Мы будем составлять сейчас топ-5 самых красивых покемонов, которые на данный момент существуют в Майнкрафте Пиксельмон, только по вашему мнению. Я просмотрел каждый ваш комментарий. Каждый, ребята. И на первом, на втором, третьем, четвертом месте стоят те покемоны, за которых больше всего проголосовало людей. То есть, за одного там, допустим, 100 человек написали, то, что он красивый, за другого там 85. Он на втором месте и вот так по списку. Да, ребята. Поэтому в этой серии мы посмотрим, кто же находится на пятом, четвертом, третьем, втором и, конечно же, первом месте. То есть, ребята, пожалуйста, не расстраивайтесь, если в топ-5 не попал ваш покемон. Потому что, ну, может он вам нравится, но, к сожалению, другим людям он может не нравиться. Но не расстраивайтесь, ребята. У нас будут еще такие конкурсы, в которых вы также сможете поучаствовать, написать в ваших любимых покемонах. И, возможно, что именно ваш покемон займет первое место в нашем топе. Да, ребята. А сейчас мы будем приступать к топ-5. То есть, кто находится на пятом месте. Здрасте. Тут у нас уже зрители появились, да, вокруг нас ходят, смотрят. Кто на пятом месте? Сейчас, ребята, я в текстовой документ зайду и посмотрю. На пятом месте у нас... Гарджи Войнер, да. Вы поняли, что я сказал? Ребята, на пятом месте у нас Гарджи Войнер, да. Это тот покемон, который у нас уже есть, только его следующая эволюция. Кирлия. Да, ребята. Ралдс Кирлия. Долго меня просили словить этого покемона. Я, наконец-то, его словил, но, к сожалению, второй эволюции... Третьей эволюции у нас еще нету. Поэтому Гар... Гарде Войнер. Вот так. Да! Ох! Она действительно красивая, как платьичко какое-то. Она действительно, ребята, очень красивая. В этот топ, в этого покемона входит и сразу его и первая, и вталяя эволюция. Потому что кто-то голосовал за Ралдса, кто-то голосовал за Кирлию, кто-то голосовал за вот этого, Гарде Войнер, да. Но все же это один и тот же покемон, только разные эволюции. Поэтому, ребята, в этот топ входят все его эволюции. Например, кто-то голосовал, допустим, там за... за Дратини, а победил, допустим, Драгон Эйр, да. Но в того же Драгон Эйра уже входит его предыдущая эволюция, да, ребята. Я не знаю, стоит ли нам писать сюда Гарде Войнер, вот так, да? Да. Замечательно. Я потом это все перенесу куда-то в другое место, например, в какой-то музей покемонов, где буду, или... Как это... как это называется? Ну, какая-то, я не знаю, где вот эти трофеи, что ли, где вот эти голосования будут проводиться. Ребят, потом я это все перенесу. Не думайте, что это будет у нас стоять где-то... Ага. Возле дома. Это будет какая-то специальная там поляна для вот таких мини-игр. Кто находится на четвертом месте? Ребята, как вы думаете? Я даю вам 10 секунд, чтобы вы угадали, кто у нас находится на четвертом месте. Кто угадает, я прям... Не знаю. Расцелую, поцелую, честное слово. Кто у нас находится на четвертом месте, ребята? А? Первая буква И. Да. В принципе, многие уже догадались, кто это такой. Кто это такая. Это, ребята, Иви. Да. И, как ни странно, она действительно находится на четвертом месте. Я думал то, что многим нравится Иви, потому что Иви... Ух, какая она красивая. И, в принципе, я думал, что девушки, которые смотрят... Я надеюсь, меня смотрят. Ну, хотя бы одна девушка. Ну, пожалуйста. Ну, хоть маленькая. Но все же, я думал то, что многим нравится Иви. Да, многим нравится Иви, но не так, чтобы она была прям на первом месте. Да, ребята, многие голосовали за Глассиона, за Эспиона. То есть, я это не учитывал. Я учитывал только обычную Иви. Да. Это, можно сказать, все ее остальные эволюции. Если совместить все ее остальные эволюции, за которые голосовали люди с обычной первоначальной, то, конечно, Иви так будет на первом месте. Но все же, кто-то голосовал... Кто-то даже писал, мол, мне обычная Иви не нравится. Мне нравится Глассион, да, или там Эспион. Поэтому, ребята, Иви у нас на четвертом месте. Кто у нас находится на третьем месте? Ребята, пять секунд. Вот кто-кто? Кто-кто? Но этого покемона на третьем месте я никогда бы не ожидал. Увидеть его на третьем месте. Никогда. Вот прям я не знаю, ребята, чем, но может он какой-то особенный она. Ну, он, в принципе, может быть даже он. То есть, чем он вам так нравится, ребята? Первая буква В. Кто-то, кто-кто, кто-кто, кто-кто уже догадался, что это за покемон, а? Ребята, это Вульпикс. Охренеть! Вот кто-кто, я никогда бы не ожидал увидеть Вульпикса на третьем месте. Я не знаю почему, но я удивился. Да, в принципе, красивый покемон, хвостики и всякое такое, но... Ребята, если вам нравится такой покемон больше, чем, допустим, Иви или там третья эволюция Раутса, то реально респект вам, потому что это офигенно. Вы не выбираете самых прям таких нереальных, божественных каких-то покемонов. А даже самый обычный покемон, который с первого сезона, с первых всех... С самого начала старта аниме про покемонов, он находится там и он вам действительно очень нравится. В принципе, Вульпикс с Пикачу были так более-менее на одном месте. Ну, хотя нет, Вульпикс было чуть-чуть лидировало, но все же нет, не лидировало. Я помню, там был Пикачу, но Пикачу нет, он не вошел в топ-5, если бы он был наедине. С Вульпиксом, значит, он бы был где-то на четвертом, на пятом месте. Пикачу тоже много голосов набрал, но он вроде был там на шестом, седьмом месте, где-то в этом роде. После того, как мы вот этот весь топ закончим, я скажу вам, покемоны, которые тоже набрали много голосов, но не добрали до того, чтобы войти в топ. Кто у нас находится на втором месте, ребята? Это мой самый лучший друг в Пиксельмоне. Вот, вот, ярый поклонник Пиксельмона, который меня уже давно смотрит, сразу понял, кого я имею в виду. Мой самый верный друг со всех сезонов. Конечно же, ребята, Чармандер. Это наш самый лучший друг, которого мы никогда не предадим. Но все же, все же я пишу не Чармандера, а пишу его последнюю эволюцию Чаризарда. Потому что многие голосовали из-за... Кто-то писал даже там, Чармандер у меня на третьем месте, а Чаризард на пятом месте. Кто-то писал наоборот, Чаризард на втором месте, Чармандер на четвертом месте. Все же это один и тот же покемон, только разные его стадии эволюции. Поэтому я Чаризарда поставил на второе место. Да, это тоже мой любимый покемон. Но, кто у нас будет на первом месте? Ребята, тут нету никаких прям неожиданностей. Мне кажется, это, наверное, один из самых таких предсказуемых вариантов. Я прям, наверное, угадал, поставил, поставив случайную статую на это место. Кто у нас был в предыдущей серии как пример, то, что тут будут находиться статуи. Ребята, конечно же, Лукарио. Охренеть, сколько людей проголосовали за Лукарио. Лукарио был и на первом месте, и на втором, и на третьем. Также и Реолу на первом, втором, на третьем. Но это, по сути, один и тот же покемон. Поэтому мы его ставим, ребята, Лукарио на первое место. Вот как у нас выглядит наш топ-5. Давайте пройдемся еще раз. По всем топам, по всем местам. На пятом месте у нас находится Гарде Воир. Прям такой, знаете, какой-то... Мне одному кажется, что это напоминает какое-то французское имя. Там Гарде Воир, какой-то багеты нафиг французские. Вот реально, ну, крутой. Платьечко такое, вот всякие там бяки, колобяки. На пятом месте у нас находится Иви. Ну, Иви, Иви, да. Это понятно, то, что симпатичный покемон, да. На третьем месте, вот кто-кто, но третье место меня охренеть как удивило. Вот, ребята, честное слово, специально для вас говорю. Вы меня удивили, офигеть. Потому что Вульпикс попал на третье место, это офигеть. Я прям вот так, я вот так сидел, как сейчас. Вульпикс! На третьем месте я прям реально удивился. На втором месте у нас Чаризарт. Наш самый лучший преданный друг. На первом месте у нас, конечно же, Лукарио. Это один из моих новых любимых покемонов. Кто не знает мои любимые покемоны? Ну, Чаризарт, Лукарио, Зангуз, Сайтер, ну, Сайзор. Ну, и там, может, еще один-два есть, но сейчас я вряд ли вспомню. Но все же, ребята, это наш топ-5. Я хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в этой мини-игре. Потому что это действительно очень круто, ребята. Я действительно хочу вам сказать спасибо. Потому что вы все-таки не поленились, составили. Это уже заслуживает, ребята, уважения. Я вам, вот тебе, чувак, если ты поучаствовал, или просто-напросто тебе понравился вот этот конкурс, вот эта мини-игра, я вот прям тебе выражаю свое уважение. Потому что, ну, сейчас многие люди просто даже ленятся ставить свой комментарий. Если вы составили свой топ-5, ребята, вы прям действительно молодцы. Ну, не расстраивайтесь. Я прям со всей любовью придумал этот конкурс, эту мини-игру. Я буду ее дальше продолжать, если, конечно же, она вам будет нравиться. Да, ребята? Давайте я быстренько зачитаю тех покемонов, которые не вошли, но за которых так же много проголосовали. Проголосовали за... за... за Энтея. Много людей проголосовало за Энтея. Проголосовали за Глассиона, за Райквазу, за Апсола, за Хуйдума, за Пикачу, за Зуру. То есть Зуру, а Зуруарк тоже офигеть, как много людей было. За Мью, и, в принципе, там есть еще несколько покемонов, которые набрали больше всего голосов. Поэтому, ребята, не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, если ваш покемон не вошел в топ-5. Не расстраивайтесь, ребята. Будут еще конкурсы, а будут ли они, в принципе, это зависит только от вас, ребята. Если мы наберем 1200 лайков, то выходит новая серия. Если мы наберем чуть-чуть больше, допустим, там 1500, если у нас, конечно... Вон нахрен своей кровати, зараза. Если у нас, конечно, получится набрать 1500, я не говорю, 1200 лайков, выходит новая серия. 1500, выходит новая серия с новой мини-игрой, с новым конкурсом. Ребят, зависит только от вас. Если вы, конечно, хотите это видеть, каждую новую серию. Если нет, то тогда выйдите чуть-чуть больше. Но все же, ребята, не расстраивайтесь. Действительно, у нас еще будет много вот этих конкурсов, я надеюсь. Поэтому можете участвовать и может даже когда-то ваш покемон попадет в топ-5. И вы будете знать. Да, это мой покемон. Он мой самый любимый покемон. И он на первом месте. Я за него голосовал. И, в принципе, будет даже чем... Будет даже чем гордиться. Да, ребята. Но, в принципе, сейчас мы приступаем к самому моду Pixelmon. Десять минут, чтобы показать эту мини-игру, чтобы подвести итоги, которые составлялись там в нескольких сериях. Мне кажется, не так-то это много и не так-то это много времени занимает. Поэтому, ребята... Ах ты нахрен! Вот почему это баганая хрень. Вот смотрите, ребята. Так вот, ты зараза, кто мне забагал весь инвентарь. А сейчас все нормально. Ах ты заразеныш, ты паскудный. Вот сейчас я уже знаю, кто нам забагал весь инвентарь. Когда одеваешь шлем, прям какая-то нафиг в космос какой-то летишь. У тебя все прозрачно и какие-то текстурки появляются. Охрен его знает. Ладно. Что мы сейчас можем быстренько выложить? Вот это все выложить, чтобы у нас не валялось в инвентаре. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это, в принципе, ребята, все повыкладывать нафиг и пойти туда, куда нам нужно. А вы заметили то, что у нас уже еды нет? Ой, не туда. У нас уже нету еды. Вот тут еще чуть есть, тут еще чуть-чуть есть. Какая у нас сложность? Нормально. В принципе, то ли нам сейчас нужно еду будет активно добывать. Если нет, мы просто умрем с голоду. Тут у нас нет. А, у нас же холодильник есть. Вот. Забрали вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда можно поставить. Это сюда. Пока что круто. Это вот сюда. Это вот сюда. Знаете что, ребята? Давайте мы пойдем сейчас на Морипов. Потому что я хочу еще добыть кучу, кучу, кучу новых сетей. То есть для того, чтобы сделать вот такие рыбацкие сети и получить предметы. Ну, мне кажется, нет смысла ставить одну. А нам нужно пойти поубивать Морипов. Нихрена себе, наму. Сейчас. С рыбацкой сети мы выловили удочку, зачарованную на Unbreaking 3. Мужик идет на рыбалку с удочкой, с рыбацкими сетями. Ух, сейчас наловим рыбки с жены. Жена прям заколебается ее чистить. Сейчас я прям все озеро тут выловлю. Мужик кидает удочку, ставит рыбацкие сети, надеется словить какую-то рыбу. Твукин вытаскивает удочку и на крючке он словил еще одну удочку. Нихрена себе, я за рыбой пришел, а не я удочкой пришел ловить другую удочку. Это бред какой-то. Но ладно, это же Minecraft, ребята, не будем удивляться этому. Я хочу много рыбацких сетей, знаете, наставить где-то там что-то 50, 50, 60, 70 и пойти гулять. И плечи через там серии так 5. И вот это все пособирать сразу в один момент. Сколько у нас вот такой рыбки будет? Может кажется, у нас только вот две рыбы такие, две рыбы такие. Но вот эти рыбы охренеть какие дорогие. Они стоят по 2, по 3, по 4 монеты. То есть не думайте, что это так, так-то просто и так, в принципе, очень дешево. Не, ребят, это, это дорогие монетки. Дорогие рыбки, да, точнее, они стоят много монет. Поэтому, поэтому, ребята, может даже будет такое забабахать. Кого мы качали, ребята, в предыдущей серии? Мы Тропиуса качали. Да, у нас есть уже прокачанный Пипинсир, есть уже Старми. Сейчас мы прокачивали Тропиуса. Он 33 уровень. Где мы его прокачивали? Вроде где-то на воде. Мне кажется, вот тут, в принципе, даже такой оптимальный вариант будет. Ну, или пойти, как я уже сказал, на вот этих, как его там, на ледяных покемонов, допустим, на того же Морип. Ну, на Морипе мы не прокачаемся, но Морип там будет рядом ходить. И на Морипе мы, в принципе, добудем очень много шерсти. А, во-первых, шерсть можно и продать. А, во-вторых, шерсти мы можем также кучу сделать вот этих рыбацких сетей, которые нам действительно пригодятся для того, чтобы вылавливать нужные нам предметы. И потом просто их напросто толкать. Хуйду, покажи свою мощь, огненный покемон против водного. Если вот так прямо говорить, круто. Кранчик. А нет, тогда мы это удаляем, там получше у нас от... Ни хрена себе уровень, 47 уровень. Ребята, вот вопрос. Вопрос и небольшая викторина. Как вы думаете, встретим ли мы в этой серии Шайни или Босса? Вот вопрос вам, ребята, пишите в комментариях. Если вы угадаете, то вы прям реальный знаток этого всего боги. Потому что, я не знаю, получится ли у нас в этой серии словить... Хотя бы найти, ладно, может не получится словить, но хотя бы найти Шайни или какого-то любого другого босса. Неважно. Просто заспанится ли у нас кто-то в этой серии. Мне интересно. И вот я вам... Давайте, ребята, пари такой. Я говорю то, что никто не заспанится, никого мы не увидим. Ладно, вы выиграли. Не успел я сказать, как я посмотрел налево и вижу босса слов брошу. Ребята, вы заразы. Вы выиграли, да. Я признаю свое поражение в этой серии, что вы выиграли. Не успел я закончить. Не успел я сказать, что давайте заключим какой-то пари. То есть я говорю то, что никто не заспанится, а на вашей стороне кто-то да заспанится. Не успел я закончить фразу смотрю налево и вижу то, что там уже ходит, бродит синий босс слоу-броша. Зараза, зараза. Как ты меня подвел. Я думал, мы с тобой хоть какие-никакие, но хотя бы какие-то маленькие друзья. Ты так меня подвел, подставил. Ух ты, нехороший. Нехороший. Ребята, джунгли. Нам нужно в джунгли. Если бы я помнил, где это все было. Да, тут. Мью, 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 мью. Мы закончим строить дом, да, ребята? Где-то в следующих сериях я постараюсь его чуть-чуть уже построить, чуть-чуть достроить. Что-то даже усовершенствовать. Мью, вылезай, 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 вы-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-为и-за-за-за-за-зай. Нет? Ну или хотя бы какой-то маленький боссик или маленький шайни. Пожалуйста, покажетесь. Ребята, давайте дружно. Скоро новый год, как мы будем позвать? Дед Мороз, выходи. Так сейчас мы позовем. Мью, 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 выходи. Не важно, какая обычная шайни, просто зараза, выходи. И не беси нас, да, можно и так сказать Мью, пожалуйста Даже Анжелка вылезла Привет, Анжелочка Даже Анжелка вылезла, а Мью не хочет вылезать Ребята, по словам По словам Нет, это вроде обычный троплес По словам некоторых людей Мы сейчас наблюдаем редкое зрелище Это самый редкий покемон, который только существует В пиксельмонии вообще Это чатот, ребята Это прям нереально редкий Это все-таки кто-то, мне кажется, кто-то особенный Потому что троплес вроде он такой беленький Это какой-то нахрен желтненький, что ли Или это Шайни, или это босс Вот сто процентов я даю вам какую-то уверенность Кто это нахрен? Да, это Шайни Ух ты У нас нету Болов У нас нету Болов Вот сюда, вот сюда Ты, 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 ты там Ты-ты-ты-ты Стой Стой Паску Твою мать Вашу Стоять Стоять Не уходить Твою мать Твою мать Стоять Стоять Не пропадать Я ещё приду Подстава Подстава Стоять Во А если бы он убежал, я бы охренел просто Повезло Знаете, что повезло? То, что мы не успели прокачать То, что мы не успели докачать Этого тропиуса, который у нас уже находится В данный момент в нашей команде О, мы уже словили То есть мы его не успели докачать, как мы наткнулись На Шайне, то есть есть ещё время Его заменить На себе яблочко выпало, круто Ладно, ладно Такой заменитель Мью на Шайне Тропиуса Конечно, не честно Я всё-таки хотел Мью Но Чё-то мне кажется, что Мью Вообще никогда не вылезет Знаете, вот заговор какой-то Как я уже говорил несколько серий назад То, что покемоны походу сговорились Да хрэ со мной топать То, что Мью, наверное, сговорилась Сговорилась с покемонами То, что спавнятся все Спавнится куча Шайне Спавнится куча боссов Прям офигеть какая куча Вот последние серии Но со Мамию Никогда не вылезет Я не знаю, ребята Вот честное слово Я не знаю Что она планирует Что она хочет И вообще заспавнится ли она когда-то Анжелочки даже Здрасте В принципе, больше я тут никого не вижу Мне кажется, можно возвращаться Давайте ещё пойдём Ну, я не знаю, куда можно пойти Есть ли у нас где-то Есть ли у нас где-то Где-то, ребята Вот Остров Или остров Ещё лучше Ещё лучше нет Некстрем Вот Дезерт М Давай, давай, давай Почему я сюда пошёл, ребята Почему я сюда пошёл Потому что Тут не только Дезерт М А тут возле находится Вот этот Замечательный в котором может заспаниться Райкваза. И знаете что? Я специально для умников, которые еще верят, что этот баг, лаг, читерский способ работает. То, что если ты подлетишь на большую высоту, и у тебя чанки начнут грузиться, и покемоны начнут переспавниваться, то у тебя заспанится куча легендарных покемонов, куча шайни покемонов. Да, этот баг работал. Версии так охренеть, как много назад. И что самое главное, это баг. Даже бы если он сейчас работал, я бы его не использовал. Потому что это баг, и это читерский способ взлететь на высоту и перед собой заспавить нафиг 35 легендарных покемонов за пару секунд. В чем прикол? А если я так могу взлететь, заспавить всех легендарных покемонов за пару серий и уйти, да, закончить сезон, мне кажется, нету большого смысла. Ну, плюс к тому, этот способ уже давным-давно исправили. Этот баг больше не работает. Поэтому обломитесь те, кто не играет честно, и те, кто злоупотребляет какими-то небольшими недоработками. В принципе, это охренеть, какая большая недоработка, но круто, что ее уже наконец-то исправили. Поэтому простим, да, ребята, простим это разработчикам. Ничего такого страшного нет. Так, здрасте. Ух ты, нихрена себе! Я думал, это такой покемон сам по себе, какой-то красный. Это, оказывается, босс. Так. Мы, по идее, тогда уже перестаем прокачивать этого трописа. Мы сейчас пойдем и просто-напросто заменим его на другого. Зачем? Какой смысл его прокачивать? Ух ты! Мачо Брейс! Мачо Брейс! Нам еще ни одна штукенция такая не выпадала, а тут за одного покемона сразу две штуки выпали. Это круто! Потому что, я не знаю, то ли он силу там офигеть, как увеличивает, или получаемый опыт. Я, если честно, не очень помню. Но что-то в этом роде. Давайте быстренько вернемся домой и заменим обычного тропиуса. Прощай! Тропиус! Прощай! Шай! На Шайни Тропиус! Шайни Тропиус, ребята! Это круто! Это круто! Но сейчас мы попробуем заспавнить. Сейчас, ребята, мы попробуем заспавнить легендарного покемона. Да! Легендарного покемона! Как мы это сделаем? Во-первых, нам нужно убедиться, что у нас есть и летающий, и плавающий покемон. Как мы это сделаем? Сейчас мы быстренько пойдем сюда, еще пару минут побродим. Вот тут, в окраинностях. Сядем на Тропиуса. И полетим. Кружлять. Где-то там нет. Никаких боссов нету. Никаких шайни нету. Быстренько была. Стой за, я вижу. В принципе, это охренеть. Много покемонов, в больших уровнях, на которых можно прокачаться. Ну, ладно, давайте сейчас просто-напросто время терять не будем. Так, смотрим, смотрим. Никого, никого. Чтобы убедиться, что мы никого не пропустили. Это самое главное. Дракини вряд ли мы сейчас увидим. Все, никого. Полетели, ребята. Полетели, полетели. Сейчас будем надеяться, то, что хотя бы за ближайшие две минуты нам получится, у нас получится заспамить какого-то легендарного покемона. Хотя бы. Я не знаю. Вряд ли, конечно, это боссик там. Это боссик там. А ну стоять, а ну стоять. Да, это босс. Охренеть. Так, это сюда. Вот так. А, то, в принципе, хотя нет, этот Тропус вряд ли сможет убить. Сейчас попробуем, ребят. НИХРЕНА СЕБЕ. Ну, этот покем... Ну, я боюсь его перекачать нафиг. Ладно, давайте Суйкушей попробуем. Кто у нас сейчас может заспамить? Ух, НИХРЕНА СУЙКУША. Ты прям жестокий какой-то Суйкуша нафиг. Ты его прям заколбасил? Я даже не ожидал, что это за перышко. Нифига себе. А, что я хотел сказать? Я уже забыл, если честно. Ага. Кто у нас может заспамиться ночью? Ночью у нас может заспамиться, во-первых, Суйкун, который, по идее, у нас уже есть и больше он нам не нужен. У нас может заспамиться Аугия, которая где-то под покровом ночи, над океаном, где-то летает, летает. И зачем я его убью огненными атаками? Не знаю, просто затупил что-то. Где-то летает, летает возле океана или где-то там над тучами, над облаками, да, скрывается и не показывается. Но есть шанс, что она заспамится, и никто не знает, когда это будет. Да, ребята? Как же... Да хорэ на меня нападать. Да хорэ твою мать! Так же, как и Киогр, который не как Лугия скрывается где-то высоко в облаках, а который наоборот скрывается в океане, где-то там на глубине от океана плавает в этих темных просторах и просто-напросто не хочет вылазить. А когда-то он всё-таки покажет свою там синюю жопенцию, мы его заметим и помчимся прямо за ним. Но этого момента нужно дождаться. Так же, как, допустим, та же дротина. То есть никогда никто не знает, когда мы её встретим. Она спамится в океане, не только в океане, а вообще в воде. В принципе, это сложноватенько будет её найти. Потому что, ну, в принципе, не так-то просто это сейчас увидеть, где-то есть там дротини или нет. То есть не так-то это легко заметить, да? Но всё же, если немного побегать, если немного поискать... Нет, старый... И смотрите, ребята, если вы заметите тут где-то фосил, да, то не кричите, а Дисан, ты пропустил фосил. Ребят, вот, я уже пропустил тут один... Твою мать! Я уже там пропустил один фосил. Ничего страшного в этом нету, в океане куча фосилов. Поэтому, ребята, не нужно кричать, мы потом вернёмся... Ну, херена себе, ты подпрыгнул. Мы потом вернёмся, мы потом это всё словим. Это кто такой? Килерий, ага! Ребята, мы потом вернёмся, мы потом это всё добудем. В принципе, даже ещё больше, чем нам нужно. Но всё же, мне кажется, действительно, на этом уже можно будет сейчас заканчивать. Всё-таки легендарного покемона у нас не получилось словить в этой серии. Но мы ещё вернёмся, ребята. Мы ещё вернёмся, и мы ещё попробуем словить кучу легендарных покемонов. Потому что у нас ещё нету ни... Во-первых, нету ни Логи, ни Киога. Потому что это самые такие легендарные покемоны, которые мне так по душе, которые мне больше всего так нравятся. И которых бы я следующий хотел словить. Мы уже даже Гимму, ребята, приплыли. Водному, да, который тут на этом месте находился, но который мы уже прошли. Вот даже на карте там вы могли что-то заметить, если вы, конечно, успели. Но всё же, ребята, как я сказал, мы действительно на этом уже будем заканчивать. Прямо вот тут в океане, пока я буду гореть, то может нас даже кто-то заспавится. Поэтому, ребята, ещё не уходите. Может, при вашем, так сказать, присутствии, может ещё кто-то даже появится. Никто не знает, да. Как раз сейчас ночь, так что есть возможность. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Каждый ваш лайк для меня очень важен. Вы просто действительно мне очень приятно делаете. Потому что, когда мы набираем много лайков, у меня прям сердце радуется, душа поёт. Или наоборот, говорите, как удобно. Но, честное слово, ребята, я люблю, ценю и уважаю своих подписчиков. И прям действительно люблю своих подписчиков. Поэтому, если у вас хотя бы есть какая-то небольшая отдача, сказать мне спасибо. Или показать то, что вы действительно меня хотя бы чуть-чуть любите или цените. Пожалуйста, ребят, поставьте лайк. Потому что я вас отблагодарю тем самым, что как только мы набрём 1200 лайков, я сразу же побегу записывать новую серию Pixelmon. И она выйдет так быстро, как только сможет. И, в принципе, если вы хотите, чтобы у нас такие мини-игры были почаще, ну, можете также поставить лайк. Если мы наберём 1500 лайков. Если то, в следующей серии у нас будет ещё новая мини-игра. Если не наберём, то будет потом, ребята, когда мы сможем набрать. Но, всё же, всё же, любому лайку я действительно буду очень сильно рад. Также не забываем подписываться на мой канал. Там в уголку есть кнопочка. Если вы, конечно, ещё её не закрыли. А если закрыли, то под видео есть большая кнопочка подписка. Подписаться, ребята. Я люблю своих подписчиков. Я не боюсь в этом признаться. Мне кажется, не каждый ютубер так общается. Он прямиком со своими подписчиками. И так ценит. И так признаётся то, что он их действительно любит и ценит. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Одна секунда, чтобы нажать на эту кнопочку поставить лайк. Одна секунда, чтобы подписаться на канал. Но вы действительно сможете меня сделать хотя бы немного счастливее. Потому что это действительно даёт большую мотивацию для записи новых видео. Ребят, не поленитесь. Я действительно буду очень сильно этому рад. Но, к сожалению, на этом мы уже должны заканчивать эту серию. В принципе, никто, зараза, никакая зараза не заспавилась. Но не расстраивайтесь. Может заспавиться в следующей серии. Ну, или в следующей серии заспавится кто-то другой. Может дротини, если у нас, конечно, получится найти. Или даже какой-то шайни покемон. Это было бы ещё круче. Ну, хотя дротини... Я бы дротини хотел, да, ребят. Я бы хотел дротини. Но это вот так нужно искать. Плыть под водой. Искать, если тут где-то дротини. И пытаться её найти. Ну, ребята, я ещё раз говорю вам большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.